Служите Господу талантами, которые дал вам Бог. Матфея, глава двадцать четвёртая, стихи тридцать второй, сорок четвёртый. От смоковницы возьмите подобие, когда ветви её становятся уже мягкими и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите всё сие, знайте при дверях. Истинно говорю вам, не придёт род сей, как всё сие будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только отец мой один. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии сына человеческого. Так будет и пришествие сына человеческого. И так бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придёт. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придёт вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придёт сын человеческий. В этом зимнем учебно-тренировочном лагере 18 человек были приглашены на евангельские уроки. Я искренне надеюсь, что наш Господь откроет сердца этих людей и поможет им принять Евангелие. И когда вы будете молиться, вы должны попросить Бога спасти души посетителей евангельских уроков, а также членов ваших семей и ваших знакомых. До того, как вы приехали в этот лагерь, ваши служители, должно быть, часто говорили вам, что всё оборудование в центре отдыха Винджо будет в полном порядке. Но понадобилось всего несколько часов, чтобы увидеть, как обстоят дела на самом деле. В женской ванной замёрзли водопроводные трубы. Я слышал, что вода замёрзла и не протекает. По этому поводу между нашими сотрудниками состоялся серьёзный разговор, и мы дали друг другу обещание отныне готовиться лучше. Я не знаю, почему наши сотрудники столкнулись с такими трудностями, пытаясь заслужить ваши благосклонные отношения. Нам теперь пришлось ставить в женской ванной новые унитазы и новые душевые. Если Бог позволит, то этим летом с сантехникой проблем не будет. Всё оборудование в центре отдыха постепенно будет приведено в порядок, ведь это же замечательно, иметь такое просторное место для поклонения. Я надеюсь, что ваши усталые души и умы отдохнут, а ваши сердца утешатся, слушая священное писание. Этим утром я расскажу вам о том времени, когда придёт наш Господь. Господь сказал в Матфея, глава 24, стихи 32-39. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви её становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите всё сие, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не пройдёт род сей, как всё сие будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне житом и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только отец мой один. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии сына человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошёл Ной в ковчег и не думали, пока не пришёл потоп и не истребил всех. Так будет и пришествие сына человеческого. Господь рассказал нам о том, что произойдёт во время Его пришествия. Мы должны прислушаться к Его слову, наставления и увещания. И поэтому я здесь, чтобы прочитать проповедь на основании Его учений. Во-первых, когда придёт Господь. Давайте в связи с этим посмотрим ниже следующий отрывок из Писания. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви её становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите всё сие, знайте, что близко при дверях. Данный отрывок означает, что Израиль снова обретёт свою силу, то есть, когда Израиль снова возвратит себе свою территорию, знайте, что время пришествия Господа близко. После распятия Иисуса Христа на кресте израильтяне рассеялись по всему миру. Но, как и говорит сегодняшний отрывок из Писания, Израиль восстановил свою государственность в 1948 году. Израиль восстановил свою государственность почти через две тысячи лет после её утраты. Когда же вернётся Господь? Во-первых, Иисус сказал, «От смоковницы возьмите подобие, когда ветви её становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето». Также Иисус учил нас, что не прийдёт род сей, как всё сие будет. Мы должны обратить внимание на тот факт, что Израиль восстановил свою государственность. Тот факт, что Израиль восстановил свою государственность в 1948 году означает, когда ветви её становятся уже мягки и пускают листья, сбылось. После того, как Израиль восстановил свою государственность, он возродился и стал сильной страной. Наш Господь сказал нам, что Он придёт, прежде чем восстановленная страна исчезнет с лица земли. Поэтому мы должны обратить внимание на Израиль. И мы видим, что Израиль стал очень сильной страной. «Итак, когда же придёт Господь?» Во-вторых, Иисус сказал, «Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого». Далее Он продолжил, «Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошёл Ной в ковчег и не думали, пока не пришёл потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого». Матфея, глава 24, стихи 38-39. Иисус Христос учит нас, что пришествие Господа будет как во дни Ноя. Что значит во дни Ноя? Ной, служитель Божий, был символом времени и дня погибели. В давние времена, когда Бог осудил мир и покрыл всю землю водой, Он всё рассказал Ною о потопе. Бог смилостивился над Ноем и его семьёй, и они были спасены, войдя в ковчег. Господь сказал, что его пришествие будет напоминать те дни, когда погибли все, кроме семьи Ноя. Пришествие Господа будет как во дни Ноя. Давайте ещё раз откроем Библию и увидим, как это было во дни Ноя. Она говорит. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошёл Ной в ковчег, и не думали, пока не пришёл потоп и не истребил всех. Во дни Ноя люди заботились о своих плотских желаниях, то есть ели и пили. Это значит, что, подобно тому, как суд Божий постиг людей, которые только потакали своим плотским желаниям, так же само Господь придёт и в будущем. Мои единоверцы, неужели есть такие люди, которые не едят и не пьют? Все люди едят и пьют. Так почему же Господь говорит подобное в данном отрывке из Писания? Это означает, что Господь придёт в то время, когда люди будут думать не о Боге, а только о своих плотских желаниях и делать всё, чтобы их удовлетворить. Мои единоверцы, если мы посмотрим на этот мир, то увидим, что наше время напоминает дни Ноя, когда люди ели, пили, женились и выходили замуж. Подобно тому, как грех Ноева поколения достиг полной меры, так же само грешит и нынешнее поколение. Как в древние времена Бог осудил мир водой, нечто подобное будет и во время его второго пришествия. Наш Господь сказал, что придёт, когда люди будут думать только о еде, питье и плотских похотях. Если люди верят в Слово Божье, повинуются Богу и почитают Его, служат Евангелию всем сердцем, а уже затем едят и пьют, то и еда может быть замечательной и полезной. Но сказано, что наш Господь придёт, люди будут думать не о Боге, а только о своей земной жизни, не о духовных вопросах, а только о своих плотских похотях, и в конечном счёте забудут Бога и будут жить только для себя. Мы должны внимательно прислушиваться к наставлениям нашего Господа, глядя на признаки нынешнего времени, мы видим, что подоспело время Его пришествия. Поэтому мы должны извлечь уроки из Его Слова и верить в то, что мы живём именно в это время. Мы должны внимать предупреждениям из Его Слова и принять их в свои сердца. Мы должны запечатлеть это учение в наших сердцах и знать, что нынешнее положение указывает на близкое пришествие Господа. Есть настоящие христиане и люди, которые верят в Бога, и мы поистине должны быть такими, как эти люди. Мы не должны говорить о времени Господнего пришествия, просто глядя на некоторые знамения этого мира. Мы должны внимательно прислушиваться к тому, что говорит Библия. Если Слово Божье что-то говорит, мы должны понимать это так, как есть. И если оно чему-то нас учит, мы должны принимать это и верить так, как есть. Глядя на нынешние времена, мы знаем, что все идет к тому, о чем было сказано в Слове Божьем. Мы должны знать и всем сердцем верить, что время его пришествия быстро приближается. И поэтому для нас очень важно принять учение его слова. В первой главе книги Откровения написано, что блаженны читающие и слушающие слово этого пророчества и соблюдающие написанные в нем. Блаженны вы, я и все те люди, которые слушают это слово, верят в него так, как есть, и живут верой. Во дни Ноя люди ничего не знали о Божьем суде, пока не пришел потоп и не погубил их всех, в то время, как они тешили себя тем, что ели, пили, женились и выходили замуж. Этот потоп является символом Божьего суда. Бог избрал потоп в качестве своего первого суда в ветхозаветные времена, и мир был осужден потопом. Таким образом, слова «и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех», так будет и пришествие сына человеческого означает, что суд во время его второго пришествия будет таким же. Это означает, что люди думают только о еде и питье, женитьбе и замужестве, и не понимают, что попадут в ад во время его второго пришествия и его суда. Так что мы должны верить этому отрывку из Писания. Мы должны внимательно изучать Слово Божье, чтобы увидеть, не становится ли мир таким, как сказано в сегодняшнем отрывке из Писания. Мы должны внимательно присмотреться, не становится ли положение в этом мире таким, как сказано в Писании. Если мы посмотрим на современный мир с точки зрения его слова и его учений, то в этом мире действительно наступают дни его суда. Также мы можем признать и истинно уверовать, что время его пришествия близко. Мы верим в близкое наступление последних времён, как и сказал Господь. Я говорю близко. Мы верим в близкое наступление последних времён, как и сказал Господь. Я говорю вам, что время близко, вот уже около пяти лет, и я один из тех людей, которые ожидают его пришествия, наблюдая за положением в этом мире и размышляя над словами его учения. Глядя на нынешние времена, я вижу, что нынешний век стал именно таким, как учит сегодняшний отрывок из Писания. К чему стремятся люди в наше время? Насколько я знаю, люди в наше время стремятся удовлетворить свои плотские желания, и лишь немногие из них ищут Бога. Одна ежедневная газета провела опрос корейцев. Им был задан такой вопрос. «Верите ли вы в Бога?» И только 45% ответили, что да. Если сравнить с ответами американцев, то более 90 из них верят в существование Бога. Большинство корейцев исповедуют свои религии, но это означает, что большинство из них даже не верят в то, что Бог действительно существует. Из этого мы знаем, что очень многие корейцы избирают для себя религию и исповедуют ее, чтобы решить свои земные проблемы, а не для того, чтобы истинно верить в Бога. Верят ли люди в Бога сегодня? Ищут ли они Его? Нет, люди ищут только удовлетворения своих плотских желаний, то есть желаний есть и пить. Люди в наше время интересуются только плотскими вещами и не верят в Бога. Люди по всему миру только безумно хотят есть и пить. У этого мира нет будущего. И по мере того, как он близится к концу, люди едят и пьют, прибавляя в весе и наслаждаясь современной жизнью. Вот это и есть последние дни. Так было и во дни Ноя перед тем, как свершился суд и настал потоп. Когда Бог осудил мир водой, люди интересовались только едой и питьем. В то время люди были ужасны, и нечестие их было велико. Люди знают это просто, как исторический факт. Люди не знают, что это предупреждение и наставление от Бога. Однако Господь учит нас о времени своего пришествия в Писаниях Матфея. Если мы посмотрим на мир с точки зрения этого отрывка из Священного Писания, то каковы же люди в наше время? Их сердца заняты только мыслями о еде и питье и о хорошей жизни. Господь учит нас в сегодняшнем отрывке из Писания, что время его пришествия близко. Когда же придет Господь? В-третьих, Господь говорит в стихе сороковом. Тогда будут двое на поле. Один берется, а другой оставляется. Он сказал, что когда будут два человека в поле, один из них будет взят, а другой оставлен. Поле – это людские сердца и мир. В этом мире есть две категории людей, которые ведут религиозный образ жизни. И это означает, что одна из этих категорий будет взята, а другая оставлена. Но разве мы не живем религиозной, христианской жизнью? Разве христиане не возделывают поля своих сердец, удаляя оттуда камни и насаждая учения Слова Божьего? Однако среди одних и тех же христиан, которые возделывают поля своих сердец, одни будут взяты, а другие оставлены. Живя в этом мире, все мы по-своему преданы каким-либо религиям, несмотря на то, что исповедуем разные религии. Одни преданы христианству, другие – буддизму, а третьи – исламу. Но хотя эти люди по-своему живут религиозной жизнью, взяты будут рожденные свыше, тогда как те, кто не родились свыше, будут оставлены на земле. Все это произойдет во дни его пришествия. Поэтому мы должны внимать Слову Господа и Его учениям. Мы сами должны возделывать поля своих сердец и принять в свои сердца совершенное искупление грехов. И на основании того, родились вы свыше от Евангелия воды и духа или нет, будет принято решение взять вас или оставить. Прежде чем наступит время Его пришествия, мы должны проверить себя, чтобы увидеть, действительно ли мы родились свыше. Иначе говоря, мы должны подумать о том, возьмут нас или оставят во дни Его пришествия. Это не означает, что вы удостоились вознесения только потому, что слепо, небрежно проводите свою жизнь веры. Это не значит, что вы удостоитесь вознесения во дни Его пришествия за то, что разрыхляли и вскапывали поле своего сердца небрежно. Мы должны научиться Господнему слову истины. Мы должны возделывать поле своего сердца словом истины. И в свои сердца мы должны принять Евангелие воды и духа. Его слово, которое дает людям возможность родиться свыше. Семя Его слова должно упасть в наши сердца, взойти в каждом нашем сердце и принести плоды. Мы должны стать людьми, имеющими в своих сердцах семя Его слова, слово о спасении, которое велит нам родиться свыше от воды и духа. И хотя Его пришествие явно приближается, есть люди, которые еще не приняли Евангелие воды и духа, и эти люди должны поторопиться, чтобы успеть насадить эту веру в своих сердцах. Если в сердце человека нет слова Божьего, он должен приобрести его, даже если за это придется отдать всё или как можно скорее принять его, если оно дается даром. Если в его сердце нет слова о спасении, и если он не родился свыше, то в последние дни он будет оставлен. Поэтому вы должны испытать себя Евангелием воды и духа, чтобы убедиться в том, что вы родились свыше, пока не настал день Его пришествия. Вы должны не просто ждать дня Его пришествия, но каждый из вас должен проверить свою веру. И тогда люди, не имеющие в своих сердцах семян веры, должны принять это слово о спасении, а люди, обладающие семенами веры, должны ждать Господа и всегда говорить «Приди, Господь Иисус!» Не так давно в Корее существовали странные организации. Их было две – Миссия Дами и Тевериадская миссия. Они утверждали, что наступает конец мира и что 28 октября 1992 года произойдет Вознесение. Наша миссия называется Миссия «Новая жизнь». Уже само наше имя отличается от названий вышеупомянутых миссионерских организаций. Мы – миссионерская организация, которая дает новую жизнь. Миссия Дами и Тевериадская миссия подняли шум, утверждая, что конец мира наступит 28 октября 1992 года, за что и подверглись всеобщие критики. В то время я общался с некоторыми сотрудниками этих организаций. И вот я позвал некоторых из них. Пасторы и проповедники, «Неужели Господь придет 28 октября 1992 года?» Давайте на миг представим, что это правда. В таком случае уверены ли вы, что вы родились свыше от воды и духа, и что вы вознесетесь в Царство Небесное, когда бы Господь не пришел. Мы уверены. Я снова задал вопрос. До того, как он придет, мы должны вымыть свои духовные одежды мылом покаяния, одеться вкрученный весон, белый и чистый, и радушно встретить Господа, говоря, «О, мой жених, вот твоя невеста!» Я спросил опять, «К какому времени вы должны приготовить эту идеально белую одежду?» Мы должны приготовить ее к пришествию Господа. Как вы ее приготовите? Мы приготовим ее с помощью покаянных молитв. И как часто вы должны возносить покаянные молитвы? Мы должны возносить их денно и нощно. Вот что это за люди. Но даже если бы Господь действительно пришел 28 октября 1992 года, эти люди не смогли бы вознестись и предстать перед Господом. Они не будут взяты. Неужели Святой Господь возьмет невесту запятнанную экскрементами? Кто возьмет невесту с таким дурным запахом? Кто возьмет невесту с запятнанную нечистотами? Об этом и речи не может быть. Скажем, что Он придет скоро, как и говорит Библия. Да, вы верите в истинное Слово Божье. Но готовы ли вы? Готовы ли вы встретить Иисуса Христа? Действительно ли вы родились свыше? И тогда они скажут «Да, мы родились свыше от крови Иисуса». Всякий раз, когда Библия говорит о крови Иисуса, она говорит это, подразумевая, что Он взял на Себя все грехи мира посредством Своего крещения. Может ли быть следствие без причины? Есть люди, которые еще не родились свыше. Эти люди бесславят Иисуса и порочат христиан. Я не знаю, каким образом они воспитывают в себе духовность, вознося покаянные молитвы. Но как бы то ни было, я и по сей день сталкиваюсь с людьми, которые исповедуют такую веру. Однако эти организации не исчезли и существуют до сих пор. Подобных людей и сейчас очень много. Две мелющие в жерновах одна берется, а другая оставляется. Если человек не принимает семян жизни на поле своего сердца, все его старания будут тщетными. Какая польза от хорошего поля? Какая польза от хорошего поля, если оно не засеяно семенами? Моё поле плодородно, но растут на нём только волчцы и плевелы. Так что мы можем назвать это поле хорошим. Мои единоверцы, мы принадлежим к числу людей, которые вспахали свои поля. Но важно то, посеяны ли на этих полях семена. Когда придёт Господь, будут взяты только рождённые свыше, тогда как люди, которые не родились свыше, от воды и духа будут оставлены. Когда-нибудь Господь обязательно придёт и пожелает взять нас из этого мира. Так или иначе в наших сердцах, полях должны быть семена жизни, потому что Он придёт сюда и заберёт только тех людей, которые родились свыше. Верите ли вы в то, что вы родились свыше от воды и духа? И если вы родились свыше, то посеяны ли в ваших сердцах-полях семена слова? Если да, то нет ничего страшного, если у вас есть какие-то недостатки. однако если в вашем сердце поле не посеяно семя веры, то все ваши усилия счетны, даже если у вас доброе сердце и ваше поле хорошо вспахано. Это не имеет никакого значения. Во время его пришествия будут двое вспахивающих поля. Один из них будет взят, а другой оставлен. Поэтому мы должны внимать слову о рождении свыше. И то, что вы верите в Евангелие воды и духа, является великим благословением. однако мы, рожденные свыше, часто пренебрегаем этим истинным Евангелием. Некоторые из нас склонны считать его просто основой веры. Некие люди однажды спросили меня, как это вы написали так много книг с одним и тем же материалом и на одну и ту же тему. Почему мои проповеди одинаковы? Даже семя жизни и то одинаково. Но бывают разные поля сердца. В зависимости от разных видов полей, таких как зараженные поля, каменистые поля, хорошие поля, плохие поля, неудобренные поля и так далее, мы должны возделывать их, применяя разные методы вспашки и сева. Мои единоверцы, Евангелие воды и духа, которое принесло нам спасение, это Евангелие жизни. Это единственное истинное Евангелие. Это самое драгоценное Евангелие на земле. И мы имеем Евангелие воды и духа в своих сердцах. Имея это Евангелие в своих сердцах, мы его распространяем. Но хорошо ли его принимают мирские люди? Нет, потому что им нелегко уверовать в Бога. Люди не принимают это Евангелие, потому что в нынешние, последние времена они заботятся только о еде и питье, но не думают о вере в Бога. Я не знаю, хорошо ли примут Евангелие люди, которые посещают евангельские уроки в этом учебно-тренировочном лагере. Им будет нелегко это сделать, потому что в наше время все люди думают только о еде и питье. Давайте посмотрим на себя самих. Сколько людей пошли вчера в магазин после вечерней службы поклонения? Также многие из вас приносят вкусную еду и вкушают ее вместе с членами своей семьи, но вы не должны отдавать ее мне. У меня ее и так много. У нас с вами есть это драгоценное Евангелие воды и духа, и я благодарю за это Бога. Когда бы не пришел Господь, мы, рожденные свыше люди, обладающие словом жизни, Евангелием воды и духа, будем им взяты. Но жизнь людей, которые не обладают словом жизни, окажется пустышкой. В детстве вы, конечно же, играли в сладкую лотерею. Владелец магазина готовил сладкие призы, сделанные в виде самолетиков, паровозиков и корабликов, и клал лотерейный билет в ящик. В детстве мы не могли пройти мимо такой лотереи. Господин, сколько билетов я могу купить за десять центов? Три. Только три, а можно четыре. Хорошо, бери четыре. Но вся штука в том, что все эти билеты могли оказаться пустыми. Хозяин ведь мог написать на них всё, что угодно. Он мог написать одни пустышки и положить их в ящик. И вот вы вынимали лотерейные билеты. Один пустой, другой пустой, а потом вы вдруг выигрывали маленький самолетик или кролика, но никак небольшой самолет. Вы не могли выиграть большой сахарный самолет, потому что хозяин его не записал. Но никогда не просите деньги у мамы, чтобы скупить все лотерейные билеты. Меня однажды взяла досада, и тогда правдами и неправдами я скопил деньги и выкупил все лотерейные билеты. Думая таким образом выиграть два больших приза, я высыпал большую кучу монет и купил все все лотерейные билеты в ящике. И вот я скупил все билеты, открыл их и обнаружил, что среди них не было большого самолета и вообще ничего не было. Мы называем это мошенничеством. Как бы то ни было, счастливы те из нас, кто получили прощение грехов, потому что ныне приблизилось время его пришествия. Две мелющие в жерновах, одна берется, а другая оставляется. Мои единоверцы, мы можем отличить истинную веру от поддельной, проверив ту и другую с помощью слова Божьего. Некоторые люди к стыду своему заявляют, моя деноминация является самой известной в мире. Она следует учениям Кальвина. Однако нет никакой пользы от того, что эти люди являются братьями и сёстрами Кальвина. В конечном счёте они будут оставлены как одна из женщин в мелющих в жерновах. Вот две женщины, мелющие на мельнице. Они засыпают в мельничные жернова бобы или рис. А если вы перемалываете на жерновах зёрна бобов или риса, они раскалываются со звуком др-др-др-др, а затем из-под жерновов высыпается крупа. Две женщины усердно вращали жернова, и вдруг осталась только одна, мелющая в жерновах, а другая была взята. Мои единоверцы, только люди с истинной верой, которые родились свыше от воды и духа, будут взяты во время его пришествия. Верите ли вы в это? Аминь. Многие люди в этом мире похваляются самими собой. Наша деноминация такая-то и такая-то, а я президент нашей деноминации. Всякий раз, когда я смотрю на такого человека, меня разбирает смех. Люди, которые не родились свыше, придают большое значение внешней форме, а также истории и традициям своих деноминаций. Однако рождённые свыше не таковы. Люди, которые не родились свыше, гоняются за внешними показателями, такими, как возраст их деноминаций, сложившиеся традиции и тому подобное. Но какова их вера на самом деле? Как она будет выглядеть, если мы заглянем в их сердца, пролив свет Слова Божьего? Их сердца насквозь прогнили от грехов. Мы должны знать, каким сокровищем является Евангелие воды и духа, которым мы обладаем. Это Слово Божье. Даже несмотря на то, что мы испытываем свои сердца, простукивая их молоточками и перемалывая их в мельничном жернове, мы все равно являемся рожденными свыше людьми. Сколько бы мы не вспахивали наши сердца поля и не переворачивали их, мы остаемся рожденными свыше людьми без пятна и порока. Мы, рожденные свыше люди, чисты и телом, и душой. И это правда. Однако христиане, которые не родились свыше, не таковы. Они уродливы и смешны. Они отчаянно пытаются жить религиозной жизнью, но они не будут взяты Господом. Почему? Даже если такой человек жил религиозной жизнью от чрева матери, ходил в детстве в воскресную школу, затем в начальную школу, потом в среднюю, потом учился в колледже, прожил свои молодые и зрелые годы, добился блестящих результатов, служа диаконом, пастором, а затем президентом деноминации, он подобен всего лишь военачальнику Нейману. Даже несмотря на то, что Нейман был военачальником, он был отвратительным прокаженным. И какой блестящей не было бы его карьера, Господь не возьмет его, но оставит. И поэтому мы знаем, каким драгоценным является Евангелие, которым мы обладаем. Всякий раз мы собираемся, чтобы поговорить о Евангелии воды и духа. Мы говорили о нем вчера вечером и сегодня утром. Неужели вы скажете, это так скучно, у меня уже болят уши? Неужели нет другого Слова Божьего, кроме этого? Но что может быть лучше этого? Ничего. Мы должны знать, что является самым ценным из того, что у нас есть. Написано, серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Деяния, глава третья, стих шестой. Что же является самым ценным? Это Евангелие воды и духа. Это наша самая ценная и нужная вещь. Евангелие воды и духа спасает духовно ущербных людей, которые не живут жизнью веры, но умирают во грехе. Какое это сокровище? Евангелие воды и духа это настоящее сокровище. Наш Господь говорит, неужели вы бы не подготовились, если бы знали время конца? Иными словами, мы всегда должны бодрствовать, потому что Господь придет, как водни ноя. Он говорит, и так бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея, глава двадцать четвертая, стих сорок второй. Господь учил нас всегда бодрствовать. Особенно мы с вами, живущие как водни ноя, должны бодрствовать с верой и распространять Евангелие воды и духа, а также жить с верой в то, что ныне наступает время его пришествия. Мы должны знать, что он придет, если мы немного подождем, внимая его учению, принимая его в свои сердца и преданно выполняя работу, которую он нам поручил. В 25-й главе Евангелия от Матфея мы найдем притчу о талантах. Давайте прочитаем от 14-го до 30-го стиха. Ибо он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе, и тотчас отправился. Получивший пять талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов, точно так же и получивший два таланта, приобрел другие два. Получивший же один талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета, и подойдя, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит, господин, пять талантов ты дал мне, вот другие пять талантов я приобрел на них. господин его сказал ему, хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего. Подошел также и получивший два таланта и сказал, господин, два таланта ты дал мне, вот другие два таланта я приобрел на них. Господин его сказал ему, хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего. подошел и получивший один талант и сказал, господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле, вот тебе твое. Господин же его сказал ему в ответ, лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал, посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. «А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». В этой притче наш Господь преподает нам урок, и те, кто получили прощение грехов, должны быть очень осторожными. Здесь, в притче о талантах, Господь сказал, что Он наделил талантами всех тех, кто получили прощение грехов. Господь каждого из нас наделил талантом знания, талантом игры на фортепиано, талантом распространять Евангелие, талантом веры, талантом зарабатывать деньги, талантом славить Господа и служить Евангелию. Однако человек, который не использует свои таланты для служения Господу или уходит из церкви и живет только ради своих плотских желаний есть и пить, это тот, кто получил один талант. Когда господин пришел и потребовал у своих рабов отчета, они пришли к нему. Тот, кто получил пять талантов, заработал на торговле другие пять, а затем пришел к господину и сказал «Господин, пять талантов ты дал мне, вот другие пять талантов я приобрел на них». Тогда его господин сказал ему «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю». А тот, кто получил два таланта, пришел и сказал «Господин, два таланта ты дал мне, вот другие два таланта я приобрел на них». Тогда его господин сказал ему «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю». А затем прибежал тот, что получил один талант и сказал «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал». И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле, вот тебе твое. Но его господин в ответ сказал ему «Негодного и ленивого раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Он выбросил его во тьму внешнюю. «Мои единоверцы, есть нечто, чего мы, рожденные свыше, должны остерегаться. После рождения свыше вы не должны жить только для себя. Бог дал рожденным свыше людям таланты, чтобы они служили Господу в его церкви. Какими бы ни были эти таланты, он наделил ими каждого из нас. Некоторые люди находятся в повиновении у божьих служителей и в точности выполняют все их требования, что тоже талант. Также есть братья и сестры, которые зарабатывают много денег и служат Господу, поддерживая цветок Евангелия, чтобы он цвел. Каждого из рожденных свыше Бог наделил разными талантами. Но есть люди, которые используют свои таланты не для того, чтобы послужить Господу, но только самим себе. Эти люди говорят, Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Среди рожденных свыше бывают люди, которые уходят из церкви, говоря при этом, я знаю, как это делается, у меня есть такой талант, он слишком ценен, чтобы использовать его только для Господа, я хочу использовать его только для себя, эти люди в конце концов уходят из церкви, говорят при этом, у меня был скрытый талант зарабатывать деньги, а я раньше этого не знал, но теперь я знаю, что я очень талантлив в этом деле, и поэтому буду жить в этом мире прекрасно, эти люди уходят из церкви и живут только для себя, но что будет с человеком, который использует данные Богом таланты только для себя, и зарабатывает деньги, только чтобы набить свое брюхо, во время пришествия Господа тот, кто получил один талант, выкопает свой талант из земли и скажет, вот твой талант, я не потратил из него ни копейки, вот твой талант в целости и сохранности, что взял, то и отдаю, ты доволен? раз я обрел спасение, значит, я пойду в Царство Небесное, не так ли, мой Господь? Тогда Господь скажет, постой, о чем ты говоришь? Его сердце ожесточилось от своей собственной праведности, и поэтому он скажет, что ничего плохого не сделал, но это Господь неправеден, коль скоро он говорит, подойди и отчитайся передо мной, не для того ли ты пришел, чтобы взять то, что ты мне дал? Ты дал мне всего один талант, не так ли? Неужели ты хочешь, чтобы вместо одного я принес тебе два? Уж не вор ли ты? Я слышал, что в наше время есть много злых господ, и кто знает, не ты ли один из них? Где вы видели такого жестокого господина, который требует два вместо одного? Даже я до такого не додумался. Кичась собственной праведностью, он скажет, что ничего плохого господу не сделал, и что это скорее господь не является праведным. Тогда господь ввергнет его во тьму внешнюю с такими словами. Если бы ты отдал мои деньги банкирам, ты бы получил дополнительные проценты, а ты не сделал даже этого, но зарыл весь свой талант в землю. Зарыть свой талант и скрыть его под землей значит использовать свои таланты только в угоду собственной плоти, чтобы есть и пить. Мои единоверцы, так это или нет? Это так и есть. И мы называем такого человека сыном вора. Такой человек невыносим. Когда я вижу служителей божьих и святых, которые ушли из церкви после того, как получили прощение грехов и используют свои таланты только для того, чтобы есть и пить, я сразу же проклинаю их. Я называю такого человека сукиным сыном. Обладая сердцем Господним, я испытываю к подобному человеку отвращение. В последние дни конец этих людей будет ужасным. И об этом многократно говорит Библия. Она содержит множество посланий на эту тему. Есть люди, которые используют таланты только для самих себя. Эти люди уходят из церкви со словами. Раз я родился свыше, церковь мне больше не нужна. Я точно родился свыше. И я твёрдо в этом уверен. Так что не велите мне делать то-то и то-то. Почему вы велите мне делать то-то и то-то, если вы никогда не давали мне за это даже миски риса? Почему вы смотрите на меня свысока? Почему вы суёте свой нос в мои дела? Я не такой человек, чтобы вам служить. Я благородный человек. Я тоже родился свыше. Вы не единственный, кто родился свыше. Так почему вы велите мне делать то-то и то-то? Я позабочусь о себе сам. Неужели он служит Господу, если он так грубит и уходит из церкви? Дорогие единоверцы, мы с вами служим Евангелию, только находясь в Божьей церкви. Если человек уходит из церкви, он может жить только ради своей плоти. Эти люди живут недостойной жизнью. Даже несмотря на то, что они родились свыше, это недостойные люди. Без Бога мы люди ни на что не годны. «Если мы не трудимся для Господа, от нас нет никакого проку. Если мы используем данные нам таланты на служении Господу и, пуская их в дело, извлекаем из них прибыль, чтобы служить Евангелию, значит мы являемся полезными и ценными людьми, которые могут сохранить и приумножить эти ценности, а если мы этого не делаем, мы становимся бесполезными людьми». От таких людей нет никакого проку. Неужели это стоящие люди? Чего стоит человек, который тратит деньги только на самого себя? Только чтобы поесть и попить в уютном местечке? Я никогда не путешествовал в туристическом автобусе, но я видел, как автобус трясется. «Что это за странный автобус? Почему он трясется?» Заглянув в салон, я увидел женщин, которые танцевали под музыку. Что они делают? Они что, с ума сошли? Я не знаю, как можно танцевать в проходе между сидениями диаметром менее шестидесяти сантиметров. Проход между сидениями в автобусе очень узок, но в этом маленьком проходе люди танцевали, пели и пили, пока не прибыли на место назначения. На следующей остановке люди побежали в туалет, а затем вернулись, чтобы творить то же самое. И таких людей много. Конечно, мы с вами любим веселиться. Когда я на днях попросил некоторых наших сотрудников потанцевать, у них это хорошо получилось. Один из наших сотрудников продемонстрировал танец робота. Это действительно похоже на танец. Вы когда-нибудь видели, как девушки танцуют под саксофон? Я видел подобные танцы только в кино, но подумал, что наши братья-сотрудники тоже так могут. Я приговаривал, у тебя такое гибкое тело, хоть ты и толстый. Все мы повеселились от души и это хорошо. Как это замечательно потанцевать, повеселиться, избавиться от стресса и сесть на диету. Все это хорошо, но проблема в том, что некоторые люди не служат Евангелию, а гонятся только за плотскими удовольствиями. Тот, кто не служит Господу и не живет ради Евангелия, это вор, сукин сын и презренный человек. Хорошо, что все вы развлекаетесь, веселитесь и вкусно едите, но имейте в виду, что если вы повеселились и много съели, вы должны и Господу послужить. Разве это не проблема, что вы не служите Господу, хотя вы должны это делать? Разве это не проблема, что вы уходите из церкви, не желая служить Господу? Мои единоверцы, мы не должны быть такими людьми. Господь учит нас не становиться подобными людьми. Мои единоверцы, мы должны усвоить этот урок. Каждый из вас должен принять это поучение в свое сердце. Но вопреки этому Слову Божьему некоторые люди уходят из церкви, говоря при этом «Это ваши слова». Неужели вы считаете, что я попаду в ад, даже несмотря на то, что получил прощение грехов? Не переживайте, у меня достаточно веры, чтобы войти в Царство Небесное. Я могу о себе позаботиться и жить своей жизнью, так что обо мне не волнуйтесь. Хоть я и ухожу из церкви, я буду служить Евангелию после того, как заработаю деньги. Вот увидите, когда у меня будет время, деньги и возможности я не смогу сдержать свои уста и буду проповедовать Евангелие. Такой у меня характер. Поэтому я буду хорошо служить Евангелию и распространять его. Моя религиозная жизнь станет более совершенной, если я буду проводить ее сам. По моему мнению, вы мне ее только портите. Так что не волнуйтесь, до свидания, я ухожу. Разве может такой человек жить верой? Мои единоверцы, мы не должны становиться нечестивыми людьми. Какие люди в Божьей церкви являются действительно нечестивыми? Мы часто говорим друг другу, ты нечестивый и плотский человек, но по-настоящему нечестивыми людьми являются те, которые уходят из церкви. Сама мысль о том, чтобы проводить жизнь веры самостоятельно, это уже зло. И люди, которые так думают и поступают, являются злыми. Мы увидимся друг с другом на том берегу реки Иордан, но, к сожалению, некоторых людей мы там не встретим. В то время вы увидите всех своих друзей, которые остались в церкви, но кое-кого вы там не сможете найти. Сколько бы вы не звали его по имени, ответа вы не получите. А если вы случайно заглянете во тьму, вы увидите его там вопящим. Мои единоверцы, это может произойти. Это слово Божье. Господь спас нас и оставил в этом мире служить Евангелию. Поэтому, если мы не служим Евангелию, Господь смотрит на нас, как на худших из злодеев. Господь считает плохими людьми тех, кто хотят отказаться от обретенного спасения. Мы часто чувствуем себя несовершенными и уставшими, говоря при этом, лучше мне исчезнуть из церкви. Как будет хорошо другим братьям и сестрам, если я исчезну? Лучше мне исчезнуть. Мне тоже иногда приходят в голову такие мысли, но я не ухожу из церкви, потому что Слово Божье назовет меня нечестивым и увергнет меня во тьму, если я это сделаю. Зная, что говорит Слово Божье, я не смог бы спокойно жить в горной пещере, не проповедуя Евангелие. Я бы этого просто не вынес, поэтому хоть я и несовершенен, я служу Господу, оставаясь в церкви. Я выполняю работу, которую мне поручил Бог, используя для этого все таланты, которыми Он меня наделил. В притче о талантах Господь говорит нам о том, как мы должны жить перед Его близким пришествием. Хоть мы с вами и несовершенны, мы должны оставаться в церкви. Если мы будем жить подобным образом, Господь наделит нас всеми силами и талантами, чтобы мы Ему служили, даже несмотря на наши недостатки. Если вы хотите послужить Господу материально, Он даст вам необходимые для этого таланты. Мы способны служить Господу, если Он наделяет нас талантами. Но мы не можем отдавать то, что мы не получили. Бог не велит нам приносить то, чего у нас нет. Поэтому во время Его близкого пришествия, как водни ноя, мы должны с верой принять учение о Его пришествии и трудиться для Него с верой. Мы должны трудиться для Бога, используя таланты, которыми Он нас наделил. И при этом не важно, ценит кто-то наш труд или нет, приносит он плоды или нет, мы должны выполнять порученное нам дело, будь то большое или маленькое, с верой, прилежанием и преданностью. Возможно, мы в своих сердцах и беспокоимся по поводу нашей жизни на земле, думая, это всё, что у меня есть. Как я буду жить, если пожертвую Господу все свои таланты, которые у меня есть? Однако мои единоверцы, вам не о чем беспокоиться. Если ваше сердце велит вам служить Господу, он даст вам ещё больше талантов. То, что Бог даст вам таланты, означает, что он наделит вас способностью служить. Легко служить Господу имеющимися у вас средствами, но исчерпав их, вы начнёте беспокоиться. Но в то время Бог восполнит ваши нужды, если вы будете верить и молиться Ему. У вас уже есть таланты, которые вам дал Господь, но вы просто не умеете ими пользоваться, потому что ещё не открыли и не развили их с верой. В том случае, если уже дарованных вам талантов недостаточно, Господь даст вам новые таланты. Иногда Господь просит вас выполнить то одну, то другую работу. Среди этих дел наверняка будет то, которое вы до сих пор никогда не делали, или то, на которое у вас нет способностей. Но если вы попробуете заняться этими делами в церкви, вы почувствуете, что Господь даёт вам таланты, необходимые для их выполнения. Мои единоверцы, мы живём во дни его близкого пришествия. Вот почему Господь повелел нам бодрствовать. Мы действительно должны бодрствовать. Мы должны оставаться в церкви при любых обстоятельствах. Мы должны усердно трудиться, используя данные нам таланты, и верить в Слово Божье. Подобно Петру, который сказал, серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Деяния, глава третья, стих шестой. Мы должны верить, что Бог дал нам с вами самый ценный дар, то есть Евангелие воды и духа, и мы должны с верой извлекать пользу из этого Евангелия. Мы с вами должны верить, что мы получили от Господа самое драгоценное Евангелие воды и духа, и что Господь наделил нас талантами, чтобы мы могли ему служить. И пока он не придет, мы с этой верой должны распространять истинное Евангелие среди людей, которые его не знают, чтобы подготовить их к его второму пришествию. Это поручение, эта заповедь Божья была дана нам с вами. Итак, мы с вами живем верой, спокойно принимая учения Божьи в свои сердца. Хотя все люди интересуются только едой и питьем, и мы сами едим и пьем вместе, мы должны принять учения Господа и жить этой верой. Мы должны это сделать. Мир все более и более впадает в греховные наклонности, как в одни ноя. Кто скажет, что нынешний век не похож на дни ноя? И хотя я не объясняю на конкретных примерах, чем этот век похож на дни ноя, вы хорошо уясните себе реальное положение вещей из газет, журналов и телевидения. вот почему я не рассказываю об этом более подробно. Ныне близится время его пришествия. Надеюсь, вы примете это учение. Мои единоверцы, верите ли вы в него? Да, надеюсь, вы примете это божье поучительное слово, будете жить верой и не уйдете из церкви, пока не наступит день его пришествия. Только те, кто родились свыше, верят, что нынешний век это время его близкого пришествия. Люди в этом мире суетятся и беспокоятся. они женятся, выходят замуж и строят дома. Это потому, что они не верят, что день его пришествия близок. Они прилагают тщетные усилия, потому что не верят в близкий конец мира. Но мы, праведники, не должны прилагать напрасных усилий. Я готов заняться любым делом, если оно действительно нужно Господу. Если нужно потрудиться для Господа и Евангелия, я непременно возьмусь за это дело. Однако я не хочу, чтобы мы зарабатывали деньги или строили дома, только в угоду своим плотским желаниям. Мы, рожденные свыше, зарабатываем деньги, занимаемся торговлей и делаем покупки для наших повседневных нужд, не ради земного богатства и преуспевания. Все, чем мы занимаемся, мы делаем ради Господа. Надеюсь, вы усердно трудитесь, чтобы заработать деньги. Что бы вы ни делали, едите вы или пьете, я лишь надеюсь, что вы живете ради Господа и пребываете в церкви, даже несмотря на свои недостатки. надеюсь, вы используете таланты, которыми наделил вас Господь и живете верой, несмотря на свое несовершенство. Понятно ли это вам? Я искренне надеюсь, что вы живете верой. Я верю в нашего Господа. я благодарю Бога. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok